Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Археология вторник, археология человек. И знаете, сегодня я хочу поговорить об одном из деятелей, активистов нашей оппозиции. Я их решил назвать эфир так – «Девушка с самокатом». Потому что одни из таких запоминающихся эпизодов прошлогодней всей волны движения протеста было, когда светловолосая девушка на самокате катается перед рядами ОМОНовцев и призывает их разойтись и не препятствовать проведению митинга. И вот этот контраст транспортных средств, с одной стороны машина с мигалками и автозаки, а с другой стороны самокат, ну и, собственно, моя собственная слабость с двухколесным средством передвижения, как то велосипеды и тому подобное, ну, как-то очень сильно все это запомнилось, врезалось в голову. Ну и вот сегодня у нас в гостях Мария Баронова, Маша Баронова, как она разрешила себя называть, блогер, активист оппозиционного движения. Добрый вечер, Маша. Добрый вечер. А вообще, как вас представить? Оппозиционер, диссидент? Как вот вам лучше все это? Как вы себя позиционируете вот в этой политической реальности? Просто активист? Я как раз, когда решила отказаться от слова «позиционирую», вообще в этой жизни, начала заниматься вот всем этим, а до этого никогда в жизни мне в голову не приходило ничем оппозиционным, да и вообще ничем активизмом заниматься, и комсомольской деятельности любой у меня так в семье всегда было отвращение, такое вот, из поколения в поколение передающееся. Ну, каким-то образом в итоге вот все достало и стала заниматься. Но никак я вот на самом деле себе не определяю, по той причине, что гораздо мне интереснее было бы в научном плане потом себя представлять, по той причине, что когда-то я была там студентом химфака, потом я была менеджером по продажам, потом я была пресс-секретарем Ильи Пономаревого, бывает. Вы жалеете об этом опыте Пономаревского? Нет, это очень интересный опыт, очень интересный опыт, но это называется... Вот сегодня мой друг пошутил по другому поводу, что пора писать книгу, как вовремя, если говорить, прилично свалить. Вот, видимо, мне тоже нужно написать такую книгу, но я бы сказала, что ощущение какого-то, что я некий объект, который занимается активизмом, и оппозиционер такой весь упертый, нет, у меня, конечно, такого нет ощущения. Ну, оно есть, так скажем, у широких слоев, потому что, ну, так скажем, вы один из самых заметных деятелей, который вот эта вот протестная волна прошлого года вынесла. И такой очень как-то у вас естественно получается, это все не то, что все эти знаковые бывшие персонажи, наши культурные и политические сцены, а вот как бы вот человек именно из какой-то гражданской такой прослойки, которая свою гражданскую позицию вылила в какие-то формы политического протеста. Ну, это и есть, кстати, проблема. Я вообще не самый яркий человек из тех, кого я встречала на своем пути, но большинство из этих людей, они уехали из страны. И это еще одна проблема, что я, в общем, достаточно обычный человек, достаточно быстро просто обладая там каким-то наукой, каким-то уровнем образования, смогла очень быстро стать заметной. И это проблема, что вот эта среда политическая абсолютно не конкурентная, то есть тут не с кем конкурировать. Тут можно дойти до какой-то планки, а потом тебе, в принципе, не дают самореализовываться никак. Ну, это полный запрет, там, за последние 10 лет произошел полный запрет на самореализацию в этой области. И все люди, ну, большинство людей просто у них нервы сдавали, они из этого уходили. Есть же масса людей, которые были там очень яркие звезды политические, оппозиционные, там, 2005 года. Ну, я на них так со стороны наблюдала в университетских тусовках. А потом они как-то, ну, просто невозможно из года в год, нету никакого профита, нету никакого результата твоей деятельности, люди просто уходят. Это вот полный запрет на эту деятельность. Ну да, здесь я соглашусь с вами, в общем, как бы в протестном движении такое отсутствие пассионарности наблюдается, и особенно, вот, со всем митингом, опыт всех митингов вспоминаю, очень весело идти всем вместе куда-то, так сказать, двигаться, но как только дело доходит до сцены, начинают люди выступать, весь драйв уходит, и понимаешь, что, как бы, люди... Вот я, например, никогда не выступала со сцены, я... Ну, один раз меня попросили в поддержку политзаключенных, я должна была перед родителями тех, кто сидел, это был там митинг в июле. А больше я вот не очень понимаю смысл выступления, например, со сцены. То самое, что вот если я нечего сказать, ну, значит, наверное, не надо. А что для вас явилось какой-то поворотной точкой, когда вы себя вот решили, что нужно встать и выступить? Вы, вот говорите, в школе не занимались комсомольской и прочей какой-то активной деятельностью, а дальше в университете, в МГУ, на химфаке, да, вы учились? Да, ну, например, я наоборот. Вот мои близкие друзья, они являются... Ну, близкие друзья, знакомые, лучше так назвать. Близкие друзья этим не занимаются. Они вот являются там помощниками Андреянова, например, да, то есть у нас вот была всегда такая структура на химфаке, особенно комсомольская. Это студенческий совет официальный, который... Да, 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 который, собственно... Это он человек, который на пару лет старше меня, сделал столько же достижений в химии, сколько и я, то есть ноль. И стал директором СУНЦА. Это вот, кстати, современная реальность ещё и в нашей науке. Это уже просто, по-моему, совершенно недопустимо. И у нас были вот такая коллектив, достаточно сплочённые. Они как-то и учились вовремя, всё сдавали, но при этом никаких результатов особых не показывали никогда научных, но были такими комсомольцами. Это давняя традиция, заложенная ещё Садовничем. Они все, в общем, вот всё это поколение Садовничева, они все были, в общем, комсомольскими работниками и потом пришли к управлению университетом. И она вот сохраняется, и я всегда была в стороне от этой тусовки, мягко говоря, то есть... А почему, вот у вас есть какая-нибудь теория, почему наше студенчество настолько политически пассивно? Это всегда, я не знаю, вспомнить, там, Париж, 68-й год, не знаю, американское поколение 60-х, 70-х. Посмотришь на наше студенчество, лишь бы, так сказать, купить новый айфон, так сказать, хорошее место в корпорации себе приглядеть. Это МГИМО. Вот я делю, есть... МГУ. МГУ, Фистех, Вышка. Это студенчество, это очень активное студенчество политически. Но есть старая традиция вообще у всех мест, которые происходят из Московского императорского университета, так или иначе, они за собой это унаследуют. Вот жесткий нонконформизм к системе всегда. Любая комсомольская организация, это система. Даже вот то, что Судсоюз, который в итоге взял и вступил вообще себя в Народный фронт, это было, ну, просто возмутительно. На протяжении, там, 200 лет, Московский императорский университет, а потом университет, он был всегда абсолютно нонконформистским местом, никак не принадлежащим государству. Соответственно, мы все очень, мне кажется, политически активны, мы просто понимаем, что в какой-то мере до определенного момента люди просто не хотели, чтобы их расстреляли. Или отправили на каторгу, хотя их отправляли и на каторгу, и расстреливали. Потом они просто по-другому выражали свою деятельность, но большинство диссидентов и большинство людей, которые вообще думающих, они всегда выходили из этой среды, и это весьма... То есть студенчество МГУ, по меньшей мере, вы видите как протестную среду? Да, да, конечно. Это самая протестная среда. Это действительно самая протестная среда в стране. Это самая прозападническая среда, даже будучи славяно-фильской, например, если смотреть некоторые группировки на ИСТФАКе, которые, ну, иногда, мягко говоря, это не славяно-фильство, а уже такой жесткий национализм. Это патриотизм такой, да, достаточно. Ну, вот уже мрачноватый даже. Это все равно всегда такой очень сильный нон-конформизм в системе, всегда. И это то, что, в принципе, из нас воспитывается, да, это, ну, как вот из университета, по-моему, можно вылететь только за физкультуру. За все остальное, если тебя отчислили, в принципе, ты можешь восстановиться, если будешь постоянно там протестовать, писать заявление ДК, но ДК будет хихикать на них, смотреть. Но в итоге это как бы... Людей учат бороться с системой, людей учат бороться с остальной... Ну, вот как жить в остальной стране. А вы пытались оппонировать этой системе МГУшной и Садовничему? Конечно, у меня большое количество заявлений там... Посложный список, да? Да, да, это у меня... Ну, я думаю, что в этом плане даже Виктор Антонович, он... Они всегда поощряют эту среду. Они всегда поощряют эту среду. Там, ну, банальный пример, когда в Единую Россию там себя вступил он. У нас при этом КПРФ был... Набирал больше всего голосов вообще во всей стране по нашим избирательным участкам в 2008 году. И все было увешано КПРФ. Это вот был такой, да, вот, кукиш всегда, вот, той другой России. А так в целом всегда учится, что противостоять системе. Вот ты всегда... Если ты противостоишь системе, ты... У тебя все получится. Если ты не противостоишь системе, а являешься комсомольским костяком, ну, у тебя тоже все получится. Каждому свое. Вот кто... Вы себя осознали как противостоящей системе там, в МГУ еще? Нет. Я думаю, в районе двух лет я себя осознала. Ну, это же... Я думаю, что онкоформизм – это просто ощущение, чисто вот психологическое. Ну, кстати, вы говорите, что хотите заняться наукой. Мне кажется, это тоже важно, потому что, по крайней мере, в гуманитарной науке, да и в любой, очень важно критическое мышление, как бы себя перпендикулярно поставить, очень важно, по отношению к мейнстриму. И такая, как бы, интеллектуальная позиционность, она тоже очень важна. Ну, это, кстати, беда. Беда во многом, и в том числе всех идей русской революции, потому что ее всегда создает интеллигенция, а потом у нее ничего не получается, у нее нет пассионарности, а потом приходит та вот, в общем, другая сила, которую совершенно русская интеллигенция не понимает, и все заканчивается плохо. Как я думаю, сейчас тоже закончится плохо. А сейчас революция, по-вашему? Сейчас 1913 год. Тот самый, да, на пороге. Вот вчера Квачков просто, или позавчера, когда он свою речь говорил. Да. И я думаю, что стоит всем на нее обратить внимание и подумать, что сделать, как сделать, чтобы эта речь не стала реальностью. Потому что вот я боюсь, что это будет революция, вот по ощущениям. А вы ведь какое-то время себя идентифицировали с патриотическими взглядами. У вас был такой период? Ну, он естественный. Это же, во-первых, это вот это остаточные все фантомные, более потерянные империи, да. Особенно для людей, которые рождились в Сайском Союзе, принялись в октябрята, и потом их сразу все, и страны нет. А вот это ощущение униженности, плюс Сербия, конечно, 99-й год. То есть все это вместе, как-то вот было ощущение, что там сначала Примаков развернулся, потом Путин пришел, что это некое возрождение, там вот все это, все это. Потом, я думаю, просто это прошло с возрастом. Ну, с неким уровнем. Это поколенческое. Я вот старший, то есть, наверное, из предыдущего, не совсем из предыдущего, частично из предыдущего поколения, потому что я-то полностью по полной программе застал. И октябрят, и пионеры, и комсомол, там, и все-все дела. Вот, но я-то как раз все это падение Советского Союза воспринялся восторгом, и, по крайней мере, мое поколение сорокалетних, там, 40+, мы никогда не испытывали вот этой вот, боже мой, какой ужас распался Советский Союз. А вот те, кто идет за нами, вот, да, вот ваше поколение, почему-то уже есть вот эта ностальгия, и Сербию так лично восприняли. Ну, и для меня тоже это было, но для меня как бы геополитика современного мира не является секретом, чтобы еще переживать по поводу бомбежек Сербии. Вот. А вот, кто идет за нами, как-то очень такое большее, такое патриотическое ядро было почему-то. Ну, потому что воспитывали-то нас по-прежнему все программы. Я по второму образованию педагог, и воспитывали нас все программы, писались еще при Советском Союзе. Все было вот о той Великой Империи, а ты вокруг смотришь, и этой Великой Империи нет. Это тоже такой был когнитивный диссонанс, что раз нам говорят, что Россия великая, а кругом что-то, ну, совсем противоположное, значит, нужно сделать ее, эту Россию, великой. Это, ну, закладывается, это вот действительно, если тебе заложили там на уроках истории про величие, то оно уже никуда, к сожалению, не денется. Оно потом денется, вот у меня это потом делать позже, когда я просто, ну, выросла, ну, господи, вот лучше бы приличные улицы были и нищете. Ну, вот о наших, да, точках осознания, о точках бейфрукации, о точках осознания своих расхождений в системе поговорим после перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология». У нас в гостях сегодня Маша Баронова, блогер, активист оппозиционного движения, человек, баллодировавшийся в Координационный совет оппозиции, ну, человек уже с достаточно большим послужным списком политической и гражданской активности. Я думаю, знакомый многим по, вообще, интернету, по сетям, по новостям прошлого года. И с Крымском связанное, об этом еще поговорим, волонтерское движение по помощи крымского возглавлявшая. Маш, вот я что хочу спросить. Все-таки, где те точки, на которых вы поняли, что ваши пути с системой, с режимом расходятся? Например, вот я про себя могу сказать, мы с вами говорили про распад Советского Союза, для меня это были три дня на баррикадах в 91-м году, в августе 91-го года, когда вот я просто повинуюсь какому-то, так сказать, зову пошел, прошел, расставилось три дня на баррикадах, а с тех пор, так сказать, я сейчас чуть-чуть... Ну, вернее, как, 90-е, после этого я и голосовал за Ельцина, но, тем не менее, я всегда понимал, что, так сказать, у меня есть некая индивидуальность, я всегда как-то очень критично смотрел на все системы. Вот для вас был такой какой-то момент, точкой неприятия, точкой осознания? Ну, сначала это было, что все наши родители, да и мы сами первые свои зарплаты, да и, господи, не первые, получали черные в основном, черный налог был, потом серый. И ЮКОС был такой организацией, которая вдруг сказала, что мы полностью перешли на белую бухгалтерию. И это было достаточно восхитительно, то есть как раз вот начало мечты там работать в какой-нибудь большой, крупной корпорации и прочее появляются, и появляется, и вот ЮКОС вдруг стал самой первой компанией, полностью перешедшей на белое налогообложение. И после этого сразу человека закрывают. И это вот было такое... То есть октябрь 2003-го, дело Ходорковского. Да, дело Ходорковского. Затем моя знакомая в университете рассказала, что... Она из Владикавказа рассказала, что звонили знакомые ГРУшники за неделю до Беслана и спрашивали, говорили, слушай, а ты там сейчас куда едешь? В Москву? А, ну ладно, давай, езжай быстрее в Москву. И это вот такие слухи, они очень сильно выводили, то есть это было, ну, видеть... Я тогда не была родителем. Я не представляю, что было бы со мной, если бы я была родителем. Но даже не будучи родителем, видеть вот эти просто вот тела детей, это какое-то безумие абсолютно. И когда ты начинаешь подозревать, что вообще тут все не так просто, это, конечно, ну, шокирующе было. И я фактически за Путина-то никогда не голосовала. То есть, да, я была таким неким вот скорее сетевым троллем, который, ну, среди сетевых троллей, которые вот на стороне вот те самые некое поколение сорокалетних мужчин, которые отслужили в армии, которые, в принципе, достаточно успешные, там, начальникам охраны в банке работают какие-нибудь, и при этом вот так называемые охранители. Ну, вот они... Они носители какой-то немножко другой культуры. То есть, действительно, вот собирают там на Сталинобус деньги. Они же искренне собирают на эти Сталинобусы деньги, вот эти сорокалетние мужчины. Я не знаю, зачем они это делают. Но это не Путин. Это такое тоже гражданское общество свое особенно. Я была как-то вот в той среде, ну, в интернете, но в жизни я, оказывается, была совершенно с другими людьми. Ну, и постепенно я просто подумала, господи, ну, этот троллинг, это все настолько... Ну, это настолько вот уже кругом происходят какие-то дикие вещи совершенно. И когда я особенно стала матерью, я стала больше видеть этих вещей. И, ну, все, нельзя. Вот надо, хватит прекратить это все. То есть какая-то критическая масса несправедливости, несправедливости, которую вы стали еще осознавать, ну, да, столкнувшись с социальной системой, да, как мама-ребенка. И сейчас вот ваше нынешний профайл, да, у вас же очень... Вы сейчас фигурант болотного дела, да, против вас работает вот эта система. Вы ощущаете какую-то постоянную опасность, давление? Ну, я ощущала, когда это были физические, да, там, угрозы физической расправы. А потом эти угрозы исчезли, я ощущаю, что кто-то присутствует, кто-то действительно периодически есть признаки того, что кто-то слушает, какие-то вещи кому-то известны и прочее. Но, ой, просят просто на это не обращать внимания. Вот правда. То есть это для психики важно просто думать, что у этого ничего не происходит. И самое главное, это не чувствовать себя несвободным человеком, да. То есть побеждают они, как только ты начинаешь верить в то, что ты действительно уголовный... У тебя уголовное дело. Вообще, конечно, жутко неприлично, по-моему, иметь уголовное дело. Но, с другой стороны, я просто делаю вид, что это не у меня уголовное дело. Это они в своей тюрьме сидят, а не я. Мне это как раз хорошо. Я всегда чувствую себя свободным человеком. Я никогда не скажу, что у меня дети, и я должен это делать. У меня есть ребенок. И я при этом никогда никакой подлости не совершу. А они не в состоянии справиться вот с этим грузом каких-то своих правил, в которые они сами даже не верят. В этом смысле все-таки у вас есть ребенок, и, так сказать, есть что терять, да? Вот они же пытались через органы опеки, да, надавить вот это было скандальное совершенно дело. Ну, я просто после этого ушла в такое будущее социал-демократом по убеждениям, социалистом. Я ушла в глухое либертарианство, в том плане, что я отрицаю помощь государству во всех видах, кроме реанимации. То есть я... Ну, понятно, что у нас нету там научных учреждений, традиций частных научных учреждений. А так я просто изолировалась. То есть я не хожу в поликлинику, кроме как вот если мне нужна справка для Следственного комитета. Я не... В государственную школу я постараюсь избежать. Я просто решила, что все, я не связываюсь с государством, оно мне неприятно. И если оно мне неприятно, то до свидания. Жить отдельно от государства. Да. Вы считаете, это возможно? Нужна альтернатива в нашей стране, если все больше количества людей так будет поступать? Я думаю, что в России гораздо больше шансов жить отдельно от государства, чем, например, в западном мире. Потому что у нас ювенальная юстиция, то есть фактически опека, ну что сделала? Я на нее, ну там, покричали друг на друга, обменялись мнениями, потом сходили с Верой Кичановой и написали в межрайонную прокуратуру заявление. Потом был запрос от Буневича о том, почему вообще они все это делают. Они написали о том, что я отличная мать. Ну к тому времени меня уже фактически выжили из подъезда. То есть была проблема, что чего я не люблю, у меня, что хорошо, у меня нету, ну это плохо, конечно, у меня нет родственников, на которые можно надавить. И они, у меня был тот случай, когда не на кого завести уголовное дело еще, то есть чтобы я чувствовала виноватым перед человеком. Но они надавили на соседку, у которой усыновлен ребенок. Они начали говорить ей, опека, что давайте-ка вот тут, мы видели тут, что вот мамочка бьет ребенка, при этом с пятого этажа, баронова такая тут. При этом ребенок на даче был в это время, непонятно, как они что-то видели. И вот бьет ребенка, напишите. Она говорит, вы что, обалдели? А они начали, а вот у вас тут тоже проблемы есть. Мы помним вам усыновленный ребенок. И я поняла, что я создаю своим присутствием в подъезде просто неприятности уже другим людям. Это, конечно, вот было... Ну я просто сбежала оттуда. Переехали. Да, я где всю жизнь прожила, и там ремонт сама делала своими руками. В общем, мне, конечно, неприятно до сих пор потери это, но... Это в Тушино, да? Да, в Тушино. Вы вообще там работали? Ну, в смысле, не работали, в том, листовки разносили, расклеивали. Да, да, я всю жизнь... Я там даже как-то какую-то активность проявлять пыталась периодически. Но просто вот фактически меня оттуда выжили. Но после этого вроде бы отстали. Ну, то есть еще иногда были какие-то звонки, но уже так. То есть на новом месте... Я сняла квартиру с проблемной историей. Там была какая-то история, что кого до этого убили в этой квартире. Как выяснилось впоследствии, я поняла, что эти хозяева были очень рады, что они мне ее сняли. Сдали больше, они никому никогда не сдадут. То есть вам в этом отношении проще, что от вас малое количество людей, которые зависят, включая родственников, соседей. Да, поэтому я этим всем занимаюсь. То есть вот эта вот связка, связка вы и сын, и... А все мои друзья уехали. Все мои друзья из страны уехали. Все остальные мои знакомые, которыми я окружаю, друзья, они связаны либо занимаются политическим активизмом, либо они журналисты. То есть к ним вообще просто так ты не придешь. И в этом плане я очень такой чистый объект, что ребенка трогать... Тут я кусаюсь очень больно. Ну, это действительно понятно, что если родителя трогать его ребенка, он может любые вещи совершить, и они будут легитимны для общества, для всего общества. Причем любые поступки. И они тоже это прекрасно понимают. А в остальном, ну, больше не на что надавить. А друзья уехали, просто эмигрировали, по экономическим причинам работать? Да ну, наукой заниматься в стране как-то без... Я бы даже больше сказала, что... Я утверждаю, что в гуманитарных исследованиях меньше людей уезжают, просто потому что они менее востребованы. Менее востребованы, конечно. У нас перепроизводство пиарщиков, так сказать. Тоже, кому они нужны в мире. Вот. А химики, они всем отлично нужны. Это очень дорогое обучение, например, химия и физика также. А потом брать этих людей в свою лабораторию. А вы бы могли уехать? Я не могу. Вы сейчас получат под подпиской. Нет, это главная проблема, что меня эта подписка напугали ежа. То есть я не могу уехать. Ну, у детей бывают два родителя, и они могут быть разного мнения о том, где жить ребенку. Соответственно, в принципе, я воспринимаю жизнь в России действительно на данный момент как жизнь в тюрьме. Я не понимаю, почему некоторые люди не воспринимают это. Потому что мне кажется, что мне казалось, что жизнь в России в 2010 году жизнью в тюрьме, в 2009 году жизнью в тюрьме, когда я еще не занималась политикой. Я не могла отсюда ехать. Все мои друзья уезжали, а я нет. И именно поэтому я занялась политикой. Поэтому когда подписка о невыезде, ну, ладно, раньше я могла вот... Ну, я и так живу в Москве, я и так никуда не могу уехать. Ну, хорошо, если бы, так сказать, сферический конь в вакууме, чистый эксперимент, у вас сейчас нет ограничения, что вы с ребенком там не можете поехать, да, второго родителя? Я бы не занималась политикой. Нет, если бы вы не занимались политикой, вы бы уехали, да? Да, конечно, я уехала бы. Я даже место имела уже в одном месте, то есть приглашение из Парантура. А какая для вас интересная страна была бы, где хотели жить? В Европе, в Америке? Ну, в англоязычной стране, потому что, мне кажется, тяжело учить какой-либо еще язык. Это как-то уже... Ну, это... Я не очень способна. Я думаю, что в конечном итоге я бы, может, и вернулась. Наверное, я понимаю, что я не воспринимаю западное общество как свободное, как раз вот, кстати, об этом. То есть как раз в России гораздо проще сделать вид, что этого общества не замечаешь. Там нет проблем с хомскулингом, у нас нет никаких законов, ограничивающих обучение детей дома. Если я не хочу в школу войти, я могу не вводить его. Просто на контрольный приводить в школу, и все. А на Западе так в большинстве стран нельзя. Вы по-прежнему смотрите на Россию как на тюрьму сейчас? Потому что вы не производите впечатление такого осужденного, возбужденного, как это все их ударения. Вы производите впечатление очень свободного человека, от которого вот это вот как-то странно слышать. Ну, я воспринимаю, я тут нужно понимать, что в целом вот все государства, в принципе, вот в этой идее государства по Джону Лока, что оно должно быть в первую очередь для человека свободным, как индивид, они весьма несвободны. Они все государства в какой-то мере тюрьма. Но Россия это моя страна, поэтому я не хочу себя чувствовать в тюрьме. А я себя чувствовала в тюрьме. Ну, я не знаю, почему я это говорю. Да, потому что я достаточно свободный человек. Но внутри все равно неприятно, когда все уезжают, и я вижу, что большинство людей уезжает из моего окружения. То, безусловно, я себя чувствовала ограниченным от возможности передвижения. Возможно, кстати, личные проблемы, вот я сейчас подумала. Мне кажется, если позволено будет суждение какое-то, мне кажется, вам будет не так просто уехать именно в силу какой-то такой своей внутренней свободы и желания изменить что-то. Но больше я, понятно, нигде ничего не смогу сделать никогда, это очевидно. Ну, как бы, по крайней мере, не знаю, от себя могу сказать. Я сам долгое время, почти 15 лет прожил на Западе, я вернулся в Россию, и вернулся именно как непродоксально за качеством жизни, которое для меня здесь, я считаю, выше. В которое, как я это формулирую, входит качество коммуникации, качество самореализации. Но... Мне кажется, что эти две позиции для вас тоже важны, и вы, как бы, здесь гораздо больше самореализуете. Ну, я не вижу, например, возможности. Вот занялась я достаточно активно политической деятельностью. Сразу заимела уголовное дело, сразу заимела вообще, познакомилась со всем, там, няня моего ребёнка тогда была, вот после этого я боюсь даже этого, полежала под восьми автоматчиками лицом вниз. И, ну, что это такое? То есть, я вижу подавление. Если человек хочет заниматься, самореализовываться в чём-то, его сразу подавляют. Когда у нас был с Митей Олешковским Крымск, когда у нас началось уже, что мы с помощью других наших знакомых отправляли МЧСовские самолёты, они вдруг как-то оглянулись, и начался просто дикий чёрный пиар, просто дикий чёрный пиар. После этого как раз было гораздо больше отравли началось, чем после заведения уголовного дела. И причём и в адрес, и в адрес Митя Олешковского. Он просто как-то... Ну, его при этом физически не угрожали, но тоже там писали про то, что фотограф-порнограф и прочее. Но... Государство боится волонтёров. Оно сразу, да, да, оно сразу подавляется. Оно боится волонтёров ещё больше, чем оппозиционных активистов, потому что это та сила, которая потенциально гораздо более массовая и гораздо более альтернативная. Сила самоорганизации. Которая всем нравится. Мы же там... Там самая главная опасность для них была, что внезапно не только там серые тона исчезли, так вообще все взяли и объединились. Все хорошие люди объединились против всех плохих. Нельзя было разделить, так, вы вот тут чёрные, вы тут в нашей круговой поруке, как они сейчас всех подмазали законом антимагнитским. А вот... А все взяли, прилично люди объединились. Это было... Это весьма была проблематичная ситуация для них. Когда... И это мне не нравится. И мне кажется, что я вот в этом плане, я не уверена, что у нас лучше, чем на Западе, по той причине, что человек, который хочет заниматься политикой или общественной деятельностью, мне кажется, имеет больше свободы на Западе, чем у нас. Ну, объективно так. Ну, да. Да, в этом смысле, конечно, институциональная структура. Ну, другое дело, что просто вам сложнее будет заняться политикой, скажем, да. Там я никогда вообще не смогу, но если бы я там родилась... Вписаться в контексте. Ну, понятно, да, да. Я говорю, параличный, параличный. Ну, естественно, так сказать. Если бы там родились, то так. Слушайте, а вот относительно сейчас уже сказали этот антисиротский закон, законы против там волонтеров, которые контролируют волонтеров, законы об НКО. А как вы для себя объясняете, я вот уже которую передачу с разными собеседниками пытаюсь понять, что стоит за вот этим вот взбесившимся принтером, за этой чередой законов, которые каждый день нас чем-то снова удивляют. Это какой-то страх, испуг, это абсолютный разнос депутатов или это какая-то жестко спланированная система? В этом случае я начинаю думать мыслями других людей. То есть вот мне понравилось высказывание у Олега Кашина и у Александра Шмелева. Кашин просто предполагает, что это некий такой запас прочности, чтобы потом показать либерализацию чего-то. Да, он в Open Space писал как-то очень, по-моему, оптимистично. Ну, в другом случае, перед этим он, на самом деле, писал гораздо более важную вещь, что, например, Алёхиной не дали отсрочки никакой и прочее, не потому что там мировое сообщество или ещё что-то, а потому что духовник сказал, предчувствие было, сходил к экстрасенсу, что вот, то есть Кашин иногда себе противоречит, на этой неделе так, а вот на другой неделе есть подозрение, что они просто безумны. А Шмелёв предполагает, что это некое создание некой повестки постоянной. То есть вот у нас, ну, чтобы было что обсуждать, вот на этой неделе мы будем гомофобный закон обсуждать, на другой неделе пусть вот будем смотреть, как эти ценители общечеловеческих ценностей беспокоятся за детей ДЦПшников и Даунов, ну вот будем смеяться над ними. Они же действительно не считают детей ДЦПшников и Даунов людьми, они действительно не считают. Я сидела в этих реабилитационных центрах со своим ребёнком, у меня с ребёнком всё в порядке. Но я так получила, что однажды там несколько раз заходили мы туда, и это просто безумие. Они относятся как к мясу и к матерям, и к детям, и они просто вообще не относятся как к людям, к этой категории граждан. Это целая страна. Ну, у нас, да, некий ресурсный подход, у нас, вот, мне кажется, антисиротский закон, это очень чётко высветил подход к детям как к ресурсу. Вот, скажем, в 70-е годы так к евреям относились, вот, кран еврейской эмиграции приоткрыли, прикрыли, пустим евреев, не пустим евреев. А сейчас то же самое, наиболее такая уязвимая категория. Вот дети-сироты, вот, пустим детей, не пустим детей. И мне кажется, что это выявляет некое такое сырьевое отношение государства к собственным людям. То же самое вот говорят, вот вы человеческий материал, вам надо размножаться. Вот Путин в речи говорит, вам нужно иметь троих детей в постановлении федеральному собранию. Это опять-таки никакого отношения к качеству жизни не имеет. Это надо просто людей, чтобы заполнять армию и заполнять пустующее и пустейщее пространство России. Ну, чтобы соблюдать нормальный уровень жизни и иметь трёх детей, нужно быть миллионером, буквально миллионером. То есть, само по себе, чтобы при этом быть таким же, как свои сверстники, получать все те же блага, читать все те же книжки и самому тоже развиваться. Поэтому предположения в 21 веке, вот все эти идеи, они, ну, я думаю, не так страшно, что Путин говорит. Но Путин говорит, всё равно люди не начнут размножаться. Ну, невозможно принять закон о том, чтобы люди размножались. Гораздо страшнее, когда Зорькин говорит ЕСПЧ о том, что мы, глава конституционного суда, говорит, что мы не будем выполнять решения ЕСПЧ по той причине, что эти решения не соответствуют, внимание, традициям русского общества. Вот это, простите, что правовед, человек с высшим юридическим образованием, судья, говорит про традиции. У нас, Маша, ушло время права и наступило время традиций. Мария Баронова, оппозиционный активист и блогер у нас сегодня в гостях. Продолжим после перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня о нашем оппозиционном движении с видным деятелем-активистом оппозиционного движения, фигурантом болотного дела Машей Бароновой. Говоря по позиции, Маша, как вы вообще оцениваете ее? Ну, вы уже в первой части немножко, так сказать, оценили. Это что? Это больше как некая тусовка? Некий слой людей такой самореферентный, самовоспроизводящийся? Нет, мы не тусуемся в итоге. Ну, хорошо, вы, тем не менее, по, я не знаю, по каким-то совместным акциям и так далее, вы можете оценивать этих людей? Был слой людей, в котором была я, они пришли все в мастерскую Маши Гессен. В тот момент, когда группа граждан, в том числе Пархоменко, сказали Маше Гессен, что вот мы тут делаем оргкомитет, нечего кого-то спрашивать. А Маша сказала, там же есть целая площадь людей, которые очень новые, они хотят поучаствовать. На что Пархоменко сказал, что ну, хорошо, Маша, раз такая умная, вот собирайте их. И она собрала, собрала в мастерской, и тогда пришли вот те самые люди, которые впервые вообще пришли на митинг, да, в своей жизни 5 декабря. И это была некая среда, она была очень интересная, она создавала акции, создавала идеи и прочее, а потом она исчезла, и эта среда исчезла, они ушли, эти люди вообще ушли. Они сказали, ну, беспроспективно все. И кто-то ушел, кто-то получил, кто-то самый активный получил уголовные сроки, лишились работы и прочее, уголовные дела. А все остальные просто ушли. И оппозиционной среды как таковой я не вижу, если честно, я не вижу профессиональной оппозиционной среды. То есть я вижу людей, которые еще более, серьезное количество людей, которые еще более неразумные, чем депутаты Госдумы, обладающие своим средневековым мифологическим мышлением, и точно так же кучу людей в оппозиционной среде. Интересные ребята, действительно, более-менее такие продвинутые как раз среди ЛГБТ-активистов, как ни странно. Ну, не то, что ни странно, но вот как-то вот так получилось, что вот там интересные ребята. В остальном же я вижу всю ту же среду либеральных журналистов, людей либо пиарщиков, которые стараются быть подальше от Кремля, а поближе к чему-то приличному. И это такая более-менее оппозиционная среда тоже, но она не занимается активизмом, потому что все-таки неэтично заниматься активизмом, будучи журналистом. В остальном я была скорее из тех людей, когда мне говорили, кто-то пятый, почему они нас не слышат. Вот мы сидели в этих тусовках, почему они нас не слышат. Я подумала, ну, нас должно услышать, если я продвинусь. Я очень быстро продвинусь, я это умею. Но у нас, я поняла, что слушать особо некому, это очень ограниченное количество людей. Но у нас фактически один де-факто лидер, и он один человек, и он достаточно слабый. Ему нужна команда таких людей. Ну да, тут, собственно, и сверху говорить не с кем. И снизу, я думаю, нет какой-то жесткой структуры. Есть среда, которую вы описываете, такая условно среда Жанжака, да? Да. Вот она, да. Но она просто, она по ощущениям, она скорее интеллектуальная среда. То есть те, с кем можно поделиться и поговорить, что да, что мы будем делать из этой серии. Ну да, то же самое, что Фейсбук. Это среда, это некий структурированный класс. Вы, кстати, вот сейчас все идут дискуссии, верите в это существование? Ну не верите, там, описываете вот эту среду как креативный класс? Нет, конечно. Но это я даже знаю, в каких недрах был придуман креативный класс. Во-первых, креативный класс первый использовал Сурков. До этого было написано одним человеком записка служебная. Он сам как раз такой представитель весьма наш по духу. Была написана служебная записка им о том, что, когда все были перепуганы после Болотной, о том, что нужно делать ставку вот не на то, что хуй из мистера Путин, а в 2012 году, когда, в 2011 году, когда уже каждая собака в тундре знает, кто такой Путин, нужно поделить и обратиться к другой России, к традиционной России, и она вот верит в царя, а эти уже и не верят в царя. Срочно поделить на классы. И возник этот самый креативный класс, который... Я вообще-то не креативный класс. Я не умею рисовать. Я даже бензол с трудом рисовала всегда. У меня вот молекулы не получаются. И я абсолютно ничего не могу придумать. Я с трудом играю на пианино и прочее. Поэтому большинство людей, которых я вижу, это на митингах, это люди как отнюдь не креативные. Это не дизайнеры. Кто креативный? Дизайнеры, музыканты. Ну, Маш, мне кажется, креативность здесь она больше не в том, чтобы нарисовать молекулы бензола или сыграть там мой сурок на протопианах, в умении производить определенные слова и владеть определенным дискурсом, которым вы владеете. Это вообще американская тема. Когда Сурков употребил все это сам, он как раз имел в виду среду дизайнеров и прочее. Имелось в виду некие люди, которые любят поменьше работать и побольше отдыхать. Имелось в виду скорее это. И получать при этом те же деньги за то, что люди другие делают по 15 часов в сутки. Грубая мифология. Потому что, я думаю, в принципе, эти люди, конечно, не меньше, по меньшей мере, работают, чем рабочий Уралвагонзавод. Это, безусловно, кстати, интеллектуальный труд, по-моему, просто он физический. Например, физический труд мне гораздо больше нравится. Он не прекращается. Интеллектуальная работа, она не прекращается. Да, главное, во сне. Ночью, да, да. Ты как бы при своей работе 80-часовая, там, 90-часовая рабочая неделя. Ну, с одной стороны, это мифологема, а с другой стороны, нет. Потому что я знаю, что я умею иногда поработать и заработать деньги, а потом ничего не делать в месяц. Я действительно так умею делать. И это тоже... Рабочий Уралвагонзавод у себя этого не может позволить. Но я не считаю... Это, скорее, просто особенность человека, который владеет квартирой в Москве, и поэтому может себе позволить иногда не работать. Но... Чего, кстати, большинство москвичей не могут себе, потому что они в ипотеку живут, и у них другие проблемы. Я бы сказала, что... В общем, я не согласна совершенно с определением креативного класса. Мне очень понравилось, как в итоге поиздевался Павел Прямников над... Назвав это креаклами. Потому что это вот такой... Некая структура была придумана где-то не нами, и мы зачем-то её подхватили. Нет, эти люди, они обычные люди. И очень многие совершенно не владеют никаким дискурсом, который ходит с иконами Сталина на митинг и прочее. Ну, не обязательно с иконами Сталина. Если посмотреть Болотную и Сахаровой, это был такой всплеск той самой... Да там есть люди с иконами... Креативности, все эти лозунги, так сказать, демотиваторы к этому привязаны. Это было, да. Это было... Но это, опять же, очень страшно, чем всё это закончилось. Потому что были... Вот всё так было весело, и все были... Мы такие были смешные, и мы такие были издевались над этой властью. Эта власть была сначала испугана, а потом она ответила каким-то северным Узбекистаном. Потому что я... Вот, ну, у нас действительно уже Узбекистан. У нас уже Узбекистан. Всё, это уже не шутка. Это уже так. Ну да, у вас есть право так говорить. Ну, это правда так. Находясь сейчас под уголовным следствием. Большинство... Нет, я единственный человек, который мало того, что находился под уголовным следствием, но меня при этом сразу, став обвиняемой, меня отпустили. Я была единственной два месяца, кто был на свободе из обвиняемых. Но я ещё и не сбежала. Я была, опять же, единственным человеком, который не сбежал. Из тех, кто чего-то боялся. Паспорт, по-моему, подложили, да? Я читал, открытый загран. Да, там два паспорта с шенгеном открытым. У меня, мой и ребёнка. Ну, был такой намёк. Мне говорили, что, а что ты не уезжаешь? Я такой, если вы хотите уехать, нет, тогда я, наверное, не уеду. Но я... По ощущениям, это был просто такой, ну, психологический тренинг для себя. Ох, а получится у меня или нет? Но я бы не сказала, что у меня получилось. То есть физически в итоге это вызывает гораздо... Ну, то есть нужно следить серьёзнее за режимом дня. Нужно серьёзнее заниматься спортом гораздо больше, чем раньше. Нужно очень следить за алкоголем, кстати, употреблением. Начинаешь понимать, почему диссиденты советские спивались. Нужно вообще следить за здоровьем очень серьёзно, потому что очень сорваться гораздо сейчас стало проще. Ну да, находясь под этим постоянным прессом и неизвестностью. Ну да, то есть... Вот это кавкианское такое чувство. Непонятно, что машина предпримет. Да, и я просто стала абсолютно неприятным человеком в быту. То есть я... Если раньше я со свекровью договаривалась, например, с бывшей, то теперь я говорю, нет, у меня всё это неинтересно, до свидания. И я... Вот это же тоже какие-то просто вещи отмирают. Если мне что-то не нравится, я просто говорю, нет, до свидания, всё. И это плохо. Я перестала быть договороспособным человеком. Поэтому всё равно это всё... Всё это откладывает отпечаток, который нужно как-то исправлять. Говоря об этих всплесках на Сахарова, на Болотной, А какие, по-вашему, сейчас, по состоянию на февраль 2013 года возможны перспективные формы борьбы, формы противостояния? КС, по-вашему, не оправдал себя? Ну, я даже вот уже... Я в раз в России не стою, да. Нет. Нет. Всё плохо. Нет. Понятно, что КС... Я имел в виду сама форма, то, что были сами выборы, сам факт выборов и вот эту вот моментальную самоорганизацию был интересен. Сам факт выборов нам показал, что Россия у нас одна. Она всегда выбирает единую Россию и Кобзона. Это самое главное. То есть Россия состоит не из меньшинств, а она всегда ищет себе царя-батюшку. И точно так же она его искала в виде КС. Это... Даже те 100 тысяч человек всё равно ничем не отличаются от остальной России. Это тоже отличное знание. Теперь хватит жить в иллюзии, что мы какие-то другие. Неправда. Мы такие же. Вторая проблема, что есть очень классные люди, медийные. Они очень влиятельные как-то вот на большие массы. Но они не умеют, они не обладают навыками никакого государственного управления, никакого менеджмента в этом виде. Когда уважаемый мной Быков сидит в итоге, читает книжку, ну, это... Ну, понятно, что его просто это не интересует. Но становится непонятно, почему нельзя было пустить других людей туда. Вот есть огромные там... Коля Левшиц, Лиаскин Николай, Галямина Юлия. Ну, было много таких людей, которые вот... Вот те, которые заняли с 30 по 70 место, например, которые были крайне интересны. И, возможно, они гораздо более деятельны, и, возможно, они гораздо больше знают, что делать. Но как-то они в итоге их не избрали, а группа граждан, они всегда очень любят, вот, либеральных граждан, любят во всем поучаствовать. Но проблема в том, что журналисты, когда они хотят во всем поучаствовать, вообще-то они и так участвуют, они же и так наблюдают, их и так везде пускают. Ребят, ну зачем вам еще и это делать, если вы это не умеете? И вот в этом главная проблема КС, то, что люди пошли делать то, что они не умеют делать. У них роль наблюдателей, у очень многих людей в КС роль изначально наблюдателей. Они наблюдают и документируют по роду своей профессии. Ну, это вообще, мне кажется, проблема всей нашей интеллигенции, вот эта избыточная рефлексивность и рефлексия при власти, между властью и народом, и отсутствие опыта исторического, прямого исторического действия. Вот. У нас есть отличный Навальный, но вот он при всех своих минусах, он отличный, но у нас он, к сожалению, один. А еще кого бы вы выделили в оппозиции? Или только Навальный, от которого, так сказать, исходит энергия действия? Энергия действия только Навальный, причем сейчас у него в основном энергия действия отбивания от своих десяти в одной степени уголовных дел. Это, конечно, жутко отнимает время все. Все ругают Немцова, но этот человек, который абсолютно не борется за власть, потому что он уже везде был, он уже везде побывал, все потерял, и вот ему отлично. Он просто ни с кем не конкурирует, при этом вытаскивает людей, так всегда зовет, большое количество людей вокруг себя объединяет весьма. Вот многие люди, но он реально помогает советами, управленческими красосоветами. Но он имеется в виду так. А в остальном плане, ну, все, ну, Гудков, Дмитрий. Дмитрий. Да. Вот Некрасов, я, у меня очень не нравится история с Некрасовым, но вот такие люди, как Некрасов, как Винокуров. Винокуров мне очень интересен, мне кажется, он... Саша? Да. Да. Он очень интересный. Кац. Кац интересный, он, конечно, совершенно не оппозиционер, и он отличные дорожки, велодорожки к СИЗО сделает, но его идеи очень честные и отличные. То есть мне очень нравится в этом плане Макс. Кто еще в КС? Ну, опять же, группа граждан, то есть вот постулирование, мне очень нравится Ксения Собчак, мне очень нравится, что она в итоге появилась во всем этом, мне очень нравится, что она эстетически не приняла путинский режим, хотя уж, казалось бы, для нее это было действительно предательством. Но она журналист. Она вот сейчас выросла в хорошего журналиста, мне кажется. Но она не управленец. Хотя я ее вижу потом каким-нибудь министром печати. С таким набором персонажей, с такой, в общем, неорганизованностью движения, какие вы видите сейчас, может быть, какое-то размораживание? Ну, не размораживание, я имею в виду чисто климатическое размораживание произойдет. Хотя вроде как на наше протестное движение это не оказывает большого влияния. А в новом сезоне какие вы видите возможные формы протестной активности? Или с новым набором законов сейчас все это наступает в период реакции? Нет, дело в том, что с белой лентой мы все сколько ходим уже? Ну, можно еще ходить с белой лентой, мы и дальше продолжим ходить. Такое ощущение, что как будто бы что-то поменялось. Нет, мы с ней будем ходить, но акция... Я не хочу, чтобы моя жизнь превращалась в вечную борьбу. Я не Махатма Ганди, и мне кажется, никто, и Навальный не Махатма Ганди. И вот эта вечная борьба за... И к тому же у индусов была, и вообще у всей Индии была борьба с колонизаторами. У нас вроде нет колонизаторов. Я не вижу идей в ненасильственном сопротивлении в том виде, в котором... То есть нужно это продолжать, когда вот выходишь на эти большие митинги. Да, нужно продолжать. Есть какой-то повод, но нужно все равно выходить. Ну, если не выйти, то они точно расслабятся. Выходить нужно. Но это ничем не поможет. Это вот первый пункт. Нужно выходить. Второй момент. В остальном, мне кажется, правильнее уходить в какие-то академические исследования, в какое-то вот чтение книжек, в медитирование, занятия спортом, чтобы не удариться в крайность другую. Это очень важно, потому что... Какую? Революционную? Вот в такую действительно агрессивную, революционную. Удальцовскую? Ну, не удальцовскую, а вот... Еще большую. Да, вот именно в такие мрачные вещи. А потому что очень многие люди очень много знают, и на самом-то деле есть огромное количество девушек, которые на данный момент мне кажутся гораздо во многом более отчаянными и смелыми, чем мужчины. И нельзя ни в коем случае... Нужно просто это контролировать, и поэтому нужно просто уходить в спокойствие, что такая некая... Не внутренняя миграция, нет, а такая вот... Я тут читаю книжку, но я помню, что я против вас. И это скорее такой момент. Но с другой стороны у нас это ужасно, но у нас за нами идут те люди, которые вот сначала мы получили какие-то деньги и захотели большего, а теперь у нас получают силовики какие-то деньги, и через два года они захотят большего, и захотят они полковника Квачкова. И вот, и все остальное. И вот... То есть реальную угрозу вы видите в русском национализме. Да, и потому что у нас явно устареющий президент, у нас... Я действительно боюсь того, что происходит сейчас. Вот мне действительно немножко страшно, в том плане, что сейчас у нас просто Узбекистан, а потом я просто не понимаю, что будет, по той причине, что ощущение, что есть какой-то будет дворцовый переворот. Ну, есть куда? Есть еще Иран, например. Нет, ну... Может, если это некая победа фундаментализма. Уже Иран, уже Иран. Ну, он во многом есть. И просто, ну... Я боюсь именно вот этого непредсказуемого эффекта, когда сначала мы вышли 5 декабря, а потом они выйдут. А вот что будет тогда с их другой философией вообще? И они, кстати, Макиавелли читали, они очень любят Гоббса и Макиавелли. Ну, Путин как раз с ними заигрывает, глядя на все эти, так сказать, и на казаков, и на байкеров, и на все эти болельщицкие какие-то сходы. То есть какие-то пасы делаются в том направлении. Ну, и потом придет Рогозин, например, к власти. Ну, да. Классно. Вот, например, в результате вот посмотрит он на стареющего президента. Вот классно как будет. Это тогда можно будет такой сход сразу. И до свидания. Вот тогда я сбегу под любой подпиской. И поэтому... Но я не вижу сил. Скорее, у меня такой пессимизм в плане, что я не вижу сил у мягкотелой интеллигенции в том, чтобы придумать при этом что-то, что будет противостоять. Идеологическое что-то придумать. Ну, по-моему, невозможно ничего придумать. Ну, то есть пока что для вас некие индивидуальные рецепты спасения. Это такие индивидуальные стратегии, академия, медитация, спорт. Гражданский активизм. Вот возвращаясь к вашей... То, что вы с Крымском делали. Да, обязательно. Это как раз очень важный момент. И это единственное, кстати, событие за год, которое мне приносило удовольствие. Мне было приятно, что я этим занимаюсь. Это приносило огромное удовольствие. И вообще это было интересно. Такие формы, да. Ира Воробьева, она была таким очень отчаянным активистом. Я помню ее просто звездой 2005-2006 года сезона. А потом она... А потом я даже с ней разговаривала на эту тему. Просто она ушла. Она ушла в как раз Лиза Алерт. И ее Лиза Алерт это уже просто прекрасная вещь. Ну да, я тоже вокруг вижу все больше и больше этого. Совершенно люди реализуются. Там, не знаю, кто-то с собачьими приютами работает. Кто-то там с детьми. Кто-то спортивные какие-то вещи проводит. Для меня тоже такая достаточно близкая тема. То есть достаточно успешные формы самоорганизации общества, которые, как вы сказали, существуют поверх и помимо государства. Не прося у государства денег. Оно им мешает ужасно. Это же государство. Оно им жутко мешает. Это раздражает, что оно... Но вот в это время люди должны что-то такое, какие-то продукты интеллектуальные придумывать, культурные, для того, чтобы привлекать на свою сторону ту силу, которой мы боимся. Чтобы, может быть, тогда эта сила, которой мы боимся, не стала для нас угрозой. Ну да, здесь очень, конечно, важное действительно предупреждение, что сейчас... Но вы знаете, вот последняя, может быть, тема, которую мы успеем поднять. Вы, я знаю, занимаете... У вас же Россия для всех, да? Я сейчас не занимаюсь движением Россия для всех. Ну, эта тема вам достаточно близкая, что вы там боретесь с ксенофобией, с гомофобией, вот с этими вещами. Ну, это я сама по себе. То есть меня тогда пригласили в Россию для всех, у меня несколько проектов было, потом я ушла оттуда. Ну, так это само по себе у меня просто. Вот вы сказали тоже, что там, например, в ЛГБТ-движении очень большое количество вменяемых людей, которые, так сказать, обладают какой-то позитивной повесткой дня. Вот я пытаюсь это как-то сам, даже не понять, а до людей донести, что это очень важные темы, где происходит какой-то очень передний, вот уже называется, кадниадж, да, передний край борьбы за свободу. Потому что очень часто доводится слышать, что, ну, посмотрите, что вы с правами голубых носитесь? Вон, смотрите, Росфенагентство, сейчас они будут пилить два годовых бюджета России. Вот, смотрите, еще какие-то сферы. Вот вы сейчас говорите, националисты там на подходе, на подхвате, через 2-3 года через Квачковым и Рогозиным придут. А вы тут какими-то голубыми занимаетесь. Вот что бы вы ответили этим людям? Убеждать националистов и Рогозина о важности защиты каждого маленького, каждую маленькую социальную группу. Рассказать им, наконец, что когда-то их деды были бытовыми антисемитами, потом они все боролись с чурками, а теперь они себе придумали голубых. А завтра они еще кого-то. И что хватит заниматься, вот, вести себя как слабый, закомплексованный 13-летний подросток-переросток, который пытается обижать кого-то, вот, находить кого-то и его постоянно обижать. То есть, но, что бы я сказала этим людям, это нужно заниматься, каждый должен, во-первых, заниматься тем, чем ему нравится, а, во-вторых, проблема заключается в том, что бюджет все равно распилит. Вот его все равно распилит. А как раз в случае с голубыми, возможно, кто-нибудь отстанет от них. И, возможно, при этом за это время будет тема дискуссии, поднятая в обществе, и люди, может быть, через... Понятно, что у нас абсолютно гомофобное общество. Ну, у нас все гетеросексуалы, давайте признаем, мы все сплетничаем про то, кто значит голубой. Но мы же все об этом сплетничаем. Это уже признак гомофобии. Более того, это происходит и на Западе. Но это эволюция человеческого сознания. Это произойдет там вот через два поколения, и это изменится. Пока что это так. Но нужно заниматься вот этими вещами, чтобы через два поколения у нас изменилось сознание. А пилили в России, вот и пилили, пилить будут. И нужно этим заниматься, но это никак не исправится. Ну, как бы, да, это есть некое... С этим просто надо бороться. Колея, да, из которой гораздо сложнее выскочить. В России сельскому хозяйству мешают четыре вещи. Зима, весна, лето и осень. И вот с попилами то же самое. Это просто есть. И с этим надо всегда бороться. Снег есть, попила есть. Ну, убирать надо, исправлять, сажать, там, бороться. Но это не является главной повесткой. Более того, эту повестку уже придумал. Это придумал Навальный. Теперь ЛГБТ-активисты придумали тоже громкую повестку. Борьба за права геев. Девочки из Pussy Riot придумали борьбу за некую такую философию подхода к шведскому равноправию. Когда у них же просто такие совершенно космические идеи, которые будут актуальны через тысячу лет, может быть. Но каждая группа должна придумать какую-то свою идею и ее проталкивать. А если все будут заниматься только Навальными попилами, ну, ребят, Навальный уже свою... Вот это его поляна, вот это его территория для троллинга власти. А вы придумайте свою территорию для троллинга власти, и тогда у вас что-то получится. Вы из Москвы, да? Вы москвичка из Тушино. Да. Вам уютно вообще в Москве? Вы любите город? Ну, мне больше нигде не уютно. Мне везде плохо, потому что, наверное, это же в целом химия, так как ностальгия проходит через 7 лет, как раз через 7 лет обычно организм полностью обновляется. А так человек нуждается в тех продуктах, которые он ест. В Москве отвратительные продукты, но, к сожалению, например, у меня начинаются проблемы чисто физического характера, когда я в Западной Европе нахожусь, и мне все невкусно, и я хочу в Москву просто чисто физически поесть. И я, да, к сожалению, наверное, никогда не смогу уехать из Москвы. Что с самокатом? Будете на самокате в следующем сезоне? Он через 2 дня был потерян. Он был потерян, он пропал через 2 дня. На окупай? Да, это вот зачетка, которая работает. Вернетесь к самокатной теме? Новый купите? Ну, если опять перекроют. Я же его купила, потому что была перекрыта вся Москва. Это стечение обстоятельств совершенно. В тот день я просто как-то красиво уложила волосы, по-моему, и потом я подумала, что такси все равно нигде не поймать, и велосипед очень громоздкий и стрёмно оставить где-то, а самокат дешевый пошла, купила самокат в Олимпийском. Он у меня был 2 дня. Но это просто случайность забавная. Ну, мне кажется, это такая символическая вещь. Я желаю вам почаще кататься на этом самокате. Я на велосипеде катаюсь. Осваивать этот город. А по городу тоже, да? Да, конечно. С везел креслом детским. Шлем носите? Ну, я нет. Ребенок, да. Носите шлем. Ну, я не могу. Ладно. Это отдельно. Это тема для отдельного разговора. Но в любом случае, велосипед или самокат я вижу перед собой свободного человека. И мне кажется, что вот с такими людьми, как Маша Баронова, которая была у нас последний час в этой студии, у нас есть альтернатива, у нас есть будущее. И протестное движение далеко не так обречено, как мы об этом сейчас привыкли думать. Это была программа «Археология». Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.